Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня традиционный обзор рынка початок. Я стою на фоне нового корпуса, нового овощного корпуса. И прежде чем я начну обзор, я хочу вам открыть одну фишку. Наверное, не все это знают. Крыша этого корпуса выполнена в виде флага Одессы. И говорят, что это самый большой флаг Одессы. Что вы об этом знаете? Правда это или нет? Напишите в комментариях. И еще один секрет. Крыша вон того корпуса предыдущего выполнена в виде флага Украины. То есть там нарисован флаг Украины. И опять-таки говорят, что это самый большой флаг Украины. Пишите в комментариях, так это или нет. Но пока идемте смотреть рынок. Пошли. Традиционно я делаю базар, не выходя из машины. А по чем арбуз у вас? По пять? Это розница? Сделали 4. Понял. Перец 15, да? 23. А чем он отличается? Свежее? А размером? Перец красный болгарский 15 и 23 в зависимости от калибра. Здравствуйте. А почему ваши яблоки? 20. Это сколько? По 5 килограмм 100 гривен? 20 и 19. Я понял. 20 и 19. А груша по чем? 25. Груша по 25. А по чем у вас арбуз? 5 гривен. По 5 гривен. По 5 гривен, но огромный. Здравствуйте. Картошечка по чем? 7-7,50. 7-7,50. Это на сетку, да? Да. Сколько в сетке в среднем? 18-19. 18-19. Спасибо. Гетленд, Гала, Репанка, Невская, Славянка. Картошки валом. А почему ваш арбуз? По 3. По 3, да? Спасибо. Я думаю так, что тот, который свежее, он, наверное, дороже. Так, вот дыня по 5, дыня по 6. Дыни тоже очень много, да? Арбуз вон по 3. А по чем помидора у вас? 10 на ящик. 10 на ящик, да? Сколько в ящике примерно? 20-25. 20-25 килограмм. Спасибо. Помидора-сливка на закрутку 10 гривен, если брать ящиком. В ящике от 20 до 25 килограмм. А по чем клубничка у вас? 45 на килограмм, 40 на ящик. 45 на килограмм, 40 на ящик, да? Спасибо. А помидорка? Помидорка 8 на ящик. Помидорка 8 на ящик. Спасибо. Здравствуйте. По чем арбуз? Я тоже, я делся так сильно не перестраю. 3,50. Натуральный. Натуральный? А чей он? Персон. Персон. Понял, спасибо. Итак, я развернулся и двигаюсь под тем же навесом, который выполнен в виде флага Одессы. Я погуглил и нашел информацию о том, что у него длина, у этого навеса, соответственно, у флага 172 метра. Если я найду какие-то фотографии или видео этого навеса сверху, я обязательно вам выложу, чтобы вы посмотрели. Ну, смотрите, валом всего. Плюс-минус уровень цен понятен. Очень много помидоры, очень много болгарского перца, очень много бахчи, дыни, арбуза. Картошки валом тоже. Я думаю, что ходите у каждого продавца, уточнять цену смысла нет. Моя задача, в общем-то, сделать обзор рынка, показать вам рынок, показать, что вы здесь можете приобрести. Ну, а вы уже самостоятельно приезжайте, спрашивайте цены, торгуйтесь. Я думаю, что цена на рынке продуктов понятие динамическое и может меняться в течение дня несколько раз. Очень часто, когда люди уже допродают последнее, уезжают, они там продают очень дешево. Даже иногда дешевле, чем продавали на самый большой оп. Поэтому всегда приезжайте, всегда торгуйтесь, потому что даже та цена, которую я здесь спросил, она была актуальна именно вот сейчас, на данный момент. Для тех моих зрителей, кто хочет открыть бизнес на рынке початок и хочет работать здесь, вот информация, как это можно сделать. Пожалуйста. Желаю вам хорошей торговли. После овощей давайте пройдем в мясо-молочный корпус и узнаем там цены. Идемте. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам традиционно цены на баранину. Конечно. Мы знаем, что за бараниной нужно идти только к вам. Только ко мне. Так, цены у нас те же самые. Лопаточка 150, за дочек 160, просто я уже продала. Корешка есть длинная и коротенькая сегодня сделали. Корешка 250 гривен. Я вам покажу, что такое более помоложе. Красота. Оно длинненькое. Ребро и шеечка у нас 120. Это у нас на шуму, на пловчик. Вот это классный вообще нашу пень. Отлично. Так, это у нас есть. Шейка тоже рубим. Седло. Седло сегодня сделали. Это получается биточек с филеечкой. Классные вообще вещи. Смотрите. Можно на решеточку. Если, допустим, много кто-то отрезает, делает первое себе. Вот. Можно запечь. Тоже в руках чуть будет шикарно. И мякоть. Мякоть у нас 200 гривен. Кусочком 180. Это лопаточка. На люле она уже готовая. Никто не будет дома заморачиваться. Пришли, перемололи. Вот вам фар. И задняя часть. Она немножко побольше всегда идет. Задняя по чем? 200 гривен. Кусочком 180. Можно поставиться. Это задняя часть. У нас идеальная. Она просто сюда побольше. Если кому-то надо зажиться, можно взять лопаточку. Если бы нет, я отрезаю без проблем. С этим проблем вообще нет. Баранина всегда есть в наличии у Светланы. И связанная. Запомните это лицо. Кто еще не помнит. Приходите к нам в гости. Спасибо большое. Белости просим. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам цены на мясо. У вас, я смотрю, телятина и свинина. Телятина, свининка есть, да. Расскажите, что по чем? Красивенная телятина. Начнем с грудиночки. Грудиночка 75 гривен. Молоденькая. Антрикотик 130 гривен. Шеечка антрикотная тоже 130 гривен. Галяшечка 100 гривен. Красивенная задняя часть. Яблочки, кострицы 160 гривен. Только у вас есть сорт мяса, который называется Красивенная. Красивенная. Так, ну свинина тоже по-любому красивенная. Свинина 100% красивенная. Шеечка 170 гривен. Биточек я продала уже. Биточек был 150 гривен. Шеечка домашняя или фермерская? Фермерская. Сегодня фермерская. Субботу будут домашние мяса. Домашняя будет чуть дороже, да? Чуть-чуть дороже, да. Домашняя на 10 гривен дороже все идет. Задняя часть кострец яблочка 130 гривен. Лопаточка 120 гривен. Ребро тоже 120 гривен. 100 гривен, голяшечки 40 гривен. И так-то так. Все, большое вам спасибо. Вся красивенная телятина и свинина вот здесь. Да, да, спасибо. Хорошего вам дня. До свидания. Мясо молочный корпус это не только свежее мясо, но и уже готовое. Вот такие вот вкусняшки. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что у вас почем сегодня? Что является хитом продаж? Хитом продаж на сегодня? Ну, хитом продаж бывает в разные периоды времени. Разные. Когда больше колбаска идет, когда больше пахеевок. Ну, сейчас сентябрь, утро. Что лучше? Ну, сейчас берут больше какую-то бутербродную колбаску. Детям в полу, на бутерброды, мясо. Ага. Есть у вас, да? Да. Вареночка? Есть варенка, докторская есть, любительская, сосиски, сардельки, шашлычные. Разные. Почем докторская вот самая такая популярная колбаса? 220 гривен. 220. Это домашнее, хорошее качество, да, сливочное. Кстати, что еще деткам в школу берут, кроме колбаски? Кроме варенки. Сосиски берут. Сосиски. Маленьким деткам совсем, вот такие кролика берут. Вот такая индюшечка идет. По чем кролик, по чем индюшка? Старше деткам берут такие буварские. Копченые уже буварские, к пиву? Они вообще горячие, очень вкусные. Они прогревают в микроволновке, там внутри одно мясо. Съездно? По чем буварские стоят? Буварские 180 гривен. 180. А кролик и индюшка? Кролик 220 гривен, индюшка 190 гривен, керятина 200 гривен. Свиные 170 гривен, дети свиные. Угу. Хорошо. Ну и сардальки берут. Кто любит тоненькие колбаски, кто потому что там тоже так же есть и свиные, и даже и сардальки. Ну, по старше уже идут такие почеревочки, и печеные. А почему такой красивый почеревок сегодня? Почеревок 220 гривен. 220. Криточек 280 гривен мяска, 250 гривен. А что это такая красота, а что это такое? Это окорок, задняя часть такая, это половинка его, перерезанный пополам, он 260 гривен. 260 гривен, вот на него смотришь и прямо слюной давишься. Сочненький, вкусный, хороший, есть такие окорока индюшинные, это бедро в грузках, есть печеночные и запеченные, и отварная, паштетные. А почему кровянка наша украинская? Кровянка 90 гривен. И большой выбор копченых колбас у вас, да? Да, есть телятина, мешаная телятина со свининой, есть чисто свирная, но она не разреза, но только все свежее, только все пререзлищи, смещены, все резаны. Ну, есть орковки, солянки, сервилаты, сыроглядинные и грибы. Большое вам спасибо, хорошей торговли, до свидания. Спасибо и вам. Давайте узнаем цены на молочные продукты на рынке Початок. Валентина, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, что у вас сегодня почем? Молочко 20. Молочко 20 не меняется, да? Не меняется, такие. Да. Смотри, у вас появились домашние яйца, да? Это 40-35, это десяток. Печной 120, так как и было. Масток 200. Средний хлорок 70. Бринза у меня, шаловечка, шоколовка по 120. И обезжиренный 50. Обезжиренный хлорок 50. Да. И сливка, сметана? Сметана 80 за литр, а сливка 150-140. А сливка просто. Просто песня. Да. А это вчерашний золсинг, свеженький свеженький. Ага. Все домашнее, все свежее. Все домашнее, все свое, все свежее, через день едут, все свежее. Все, большое вам спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Теперь давайте узнаем цены на свежую рыбу. Доброе утро. Расскажите, что у вас по чем сегодня? Сегодня у нас бычок морской, 160 гривен килограмм. Морская кефаль, 160 кефаль. 160, что бычок, что кефаль, да? Камбала свежайшая, черноморская 300, азовская 180. Азовская 180, да. Сарделька 50, свежая и заводковая посола. Ага. Заводковая посола тоже по 50? Да. Хорошо. Леточки, умеете сардельки делать? Конечно. У меня на канале просто есть видео, я готовлю. Я здесь вот оставлю ссылочку, вы видели, да? Да. Кто не видел, посмотрите и можете приходить сюда за сарделькой. Разные размеры. 200, 220. Сибас также 220, 240 крупнее. Ага. Радужная форель 200. Радужная это личная она, да? Да. Есть у нас форель и сёнга. 280 гривен целая рыбка, 350 стейком, филе 380. Ага. Добрый. Стейки и карпа 130 гривен за килограмм. Толстолобик филе 120 гривен за килограмм. Судачок 120-150. До килограмма, после килограмма. Угу. И живая сняка есть? Живая рыбка на сегодняшний день 90 гривен за килограмм. Красивый карпик. Тарасики 40. Тарасики по 40, да? Да. Толстолобик также 40. Спасибо большое. У вас очень много интересной красивой рыбы. Хорошо на торговле. До свидания. Приходите. До свидания. Вы знаете, зрители задавали вопрос, есть ли у вас заготовки для суши. Вот то, что все для суши, потому что это интересно очень. Да, конечно. И есть любители или даже профессионалы того, как это сделать. Да, очень многие любят дома сделать. Поэтому начали много чего интересного возить. И сейчас вам все расскажу. Расскажите. Смотрите. Первый самый неотъемлемый ингредиент это водоросли Нори. Упаковочка. Тут 10 штучек. Стоит 60 гривен. Также у нас есть, они в продаже поштучно. Кому 10 много, даем поштучно, 6 гривен штучка. Также есть рисовый уксус. Получается 0,5. Бутылочка такая стоит 45 гривен. Есть посолочки побольше. Также у нас есть васади. Делаем по 100 грамм 200. Кому сколько нужно. Килограмм стоит 200 гривен. Он разводится в воде и потом... Да. Вы его разводите водой и его становится много. То есть 100 грамм хватает на 3-4 заход на суши. Также есть рис под суши 160 гривен килограмм. Также есть кокосовое молоко разных фирм по 80 гривен. Также есть икра тобика. Она у нас раз, два, три, четырех литров. Что это такое? Потому что я не являюсь так сильно спецом в этом деле. Это когда крутите рул, сверху выкладывают икру. Это специальная икра тобика. Ее стоимость за 100 грамм 80 гривен. Мы ее вот видите режем. То есть целую пачку конечно. То есть вы ее на вес подаете? Да, да, да. Так режем. Видим кто сколько показывает. В принципе в основном люди берут 3-4 вида. Один раз по 100 грамм. Она в морозилке хранится. Когда нужно достали использование. Круто. Также есть копченый уголь тоже под суши. Он стоит 750 гривен килограмм. Мы его также режем сколько вам нужно. Он уже тоже готовый я так понимаю да? Да, да, да. Он в соусе унаги идет. Он уже готов. Вы его размораживаете и используете для суши. Также из этой тематики кто любитель всего такого. У нас есть салат чука в продаже. Такой килограммчик стоит 130 гривен. Он также вот люди кто берут говорят на 4-5 раз хватает. То есть один раз разморозили порционно пофасовали и хранится также в морозилке. И под него есть ореховый соус. По чему улитки? Я знаю что это деликатесы в принципе. Это деликатесы. Он идет с разными начинками. Видите мы выбрали три самых таких ходовых. У нас были дегустации. Мы видели что людям понравилось. Это идет с чесноком. Это с соусом шафраном. Это на белом вине. Такая пачечка тут 250 грамм стоит 250 гривен. Ну понятно если люди по пару пачек берут. Мы еще делаем скидочку. Также на пробу. Есть вот так уже в тарелочке. 100 грамм 120 гривен. То есть если вы хотите попробовать для себя. Попробовать деликатесы и деликатесы. Все. В этой тарелочке что удобно. Вы уже ее подводите сразу в духовочку. Или в микроволновку. На 3-4 минутки. Разогреваете. И все. И можно кушать уже. Как была реклама. Просто добавь воды. Здесь просто разогрей. Все равно уже готово. С соусами. То есть в принципе готовить не надо. Главное разогреть. И наслаждаться. Спасибо вам большое. Ну за что. У вас как всегда все очень интересно. Все очень вкусно. До свидания. До свидания. В чем удобство рынка початок. Что здесь можно купить не только продукты. Но и товары повседневного спроса. Стройматериалы. Хостовары. На данный момент мне нужны лампочки. Мне сказали что вон там в этом корпусе продаются лампочки. Поэтому идемте покупать лампочки. Я уже снимал в этом корпусе. Вот там вот дальше. Недавно мы делали вот. Все для клевого магазин. Но сегодня нам нужен магазин где продают лампы. Время работы с 9 до 16. Воскресенье выходной. И даже вот есть контакты. Это очень удобно. Ух ты. Но здесь не только лампочки. Я смотрю здесь очень много осветительных приборов. Здравствуйте. У меня перегорела лампочка. Мне нужна лампочка. Тот кто хочет экономить электроэнергию. Должен пользоваться в освещении диодными лампочками. Как минимум потому что диодная лампочка действительно расходует электроэнергии по сравнению с лампочкой накаливания в 8 раз. В минимум 8 раз меньше электроэнергии чем лампочка накаливания. И это реальность. Лампа накаливания это имеется ввиду та старая лампа Ильича к которой мы привыкли да? Лампочка Ильича. Ну да. То что существовало больше почти что в туалет. Ну да. Вот обычная лампочка накаливания. Да. Обычная лампочка накаливания. Да. Диодные лампочки конечно экологичнее. Там всего лишь редкоземельные элементы присутствуют по сравнению с тем что в люминесцентной лампе присутствует ртуть. Если диодная лампа проработала год, она окупила себя уже реально свою стоимость. На сегодняшний день диодные лампочки выпускаются в основном в трех цветовых температурах если правильно выражаться по Кельвину. Вот эта температура так называемая холодная 6400 практически снята с производства. Стараются ее не выпускать. Выбор имеет смысл делать между двумя температурами. 4000 Кельвин и 2700 Кельвин. Теплая и так называемая нейтральная. При стандартной высоте потолка где-то 270 на 1 квадратный метр надо дать 2 ватта диодного света. Вот если 5 квадратов это 10, 10 лампочка 10 ватт, 10 квадратов лампочка 20 ватт. Вот достаточно усреднено. Хорошее соотношение реального качества со стоимостью вот это. То есть 72 гривны цена вот лампочки. 70-72 до 20 ватт. Ну а самая распространенная конечно очень большой популярностью пользует 10-ваттная лампочка. 10-ваттка это лампочка самая употребимая которая выпускается огромнейшими сериями. Из этого у нее очень хорошее соотношение света отдачи, качества и цены. Вот это вот реклама, когда 10 равно 100, а вот здесь вот уже... Вот тут чистая правда по света отдаче, по реальным цифрам в тех единицах, в которых света отдача измеряется. Большое вам спасибо, благодарю за помощь в выборе и желаю вам побольше покупателей. До свидания. Будьте здоровы, приходите. Счастливо, до свидания. Понравилось это видео? Поддержи его лайком. Если вдруг по какой-то причине ты еще не мой подписчик, вот здесь внизу под видео есть кнопочка подписаться. А рядом с кнопочкой есть колокольчик, который ты нажмешь и не пропустишь ни одного моего видео. Также обязательно поделись этим видео. Для этого под видео нажимай кнопочку поделиться и разбрасывай видео по всему интернету. Меня зовут Сан Саныч. Вы на канале Взрослый Разговор. Мы с вами вместе делали базар на рынке початок. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok